вот смотрите 25 апреля 2023 года северный степной крым вот такая вот маточка ходит крылья целые видите мне надо сейчас ей подрезать крылья семьи все из-за того что было холодно от меня там написали комментарий типа вот и сейчас по обрезал матком крылья пчелы перестали у тебя роиться да нет никуда они не перестали рейса они будут роиться я буду водить их израил пока не пройдет роевой период будем мы с ними играться работать без этого никуда это инстинкт чем сейчас я ловлю обрезаю крылышко и срушиваю всю семью противорожный прием заключается в чем обрезаю крыло это только ну это не не панацея это только для того чтобы она не улетела смотрите матка толстая она сеет значит лететь она пока никуда не собирается то что маточники в семье это из-за того что тесно и некуда лить им три дня вот взяток идет они подлили все битком по подливали там все в расплоде там все заливается он нектаром так далее надо сейчас вот я ставлю раздаю магазины а получается было холодно пчелы сидели дурковали таскали пыльцу делая расплод улья трещали от пчел магазины можно было ставить но смысла не имела не было приноса принос только третий день пошел ну смысле чтобы можно было уже его товарные сначала не забили себе за крома теперь начинаем поднимать вверх мед в общем ну крайне рамки я соберу оттуда с нижнего корпуса они все залиты битком поднимаю их магазины и пошли уже собирать вместо них даю пустые вот рамки стоят пустые даю по краям ну во второй корпус по краям поднимаю магазины и все там там суш вощина и все пошли дальше уже по меду работать но при этом буду я весь сезон работать по поводу раяния буду ломать маточники до тех пор пока матка толстая матка толстая значит можно поломать маточники и пока это рай не отсрочит раз в недельку где-то буду проверять их всех вот так вот я работаю меня пасека небольшая я могу себе позволить так работать бакфаст в роевом предроевом прекрасно собирает мед вообще не хуже чем ну не в роевом вот поэтому никаких проблем с этим нет то есть обрезка крыльев это не не противорою привьем а только часть ну только один фрагмент из этого потому что если я где-то проселкаю матка ну рой может улететь вместе с как друг погода какая-то будет вдруг мне придется уехать друг не дай бог у меня там что-то спину куда прихватит или еще что-то ну в общем для этого я перестраховываюсь обрезаем крылья таким вот кабанчиком час обрежу с одной стороны два крыла у них четыре крыла у матки два крыла с одной стороны и обрезаю это никак не повлияет на дальнейшую яйценоскость матки абсолютно но это поможет мне перестраховаться чтобы рой не дай бог не улетел потому что рой пчел это бидон меда понимаете улетел рой улетел ваш бидон меда улетела матка это только улетела матка поменяли матку и все а улетел рой с маткой потеряли вы матку и бидон меда смотрите сколько пчел в полете капец все битком забито конечно же часто ставлю магазин по мере его освоения заливки следующего там вот я вчера оставил магазин он весь уже пчелок забитый уже сушку подлили во щенку начинают тянуть всем пока так вот я работаю